Запись игры СК Тайву, напомню, это третья карта из серии Бестов 3, первую выиграли Тайву. Так, какой там у нас счет был? На Инферно Тайву выиграли 16-7, СК закомбочили на Нюке со счетом 16-5, одержали победу. Ну и вот теперь ждет нас третья решающая карта, ДАС-2. К сожалению, вот опять был рестарт, но это не игра. Так как СК устроили перестрелку на базе. Да, ребята, я тоже зомби, потому что я с вами комментирую эти игры. Так, ну что, началась игра. СК начинают за диффенс, Тайву будут атаковать. Вот интересно, кстати, что нам покажет Азиаток. Мы видим, смещаются на Б, ну и вот тут надо включать, наверное, вот этого парня, зовут его Форест. Так, есть инфа, что Форест на единице, но и есть инфа, что прочекали на Б и сейчас... Так, что там все-таки идут на Б? Форест делает несвоевременное смещение. Так, вот смотрите, какая банда отстреливает Фореста. Ну, убивает все-таки Форест одного, но СК сейчас будет выбивать. Да, выбивает, причем выбивает без шансов. Остается два игрока Тайву, которые пытаются тут вот отстрелить СКшников, которые побегут на них, но, к сожалению, СК играет очень грамотно и просто тоже ждут выхода китайцев к ним на пэн. Ну и тут оставили, на самом деле, одного Робена, который вот начал двигаться. Вот это, кстати, было очень и вовремя. Ну и Гитрайт тем временем уже поджимает с респауна. Китайцы вот как-то вот по таймингу они просчитывают, что они еще успевают. Да, вот сейчас будет быстрый проход по Парапету. И, кстати, занимают они полностью чистую точку А. Такое ощущение, как будто кто-то смониторил или есть ВХ. Да, вот СК понимает, что на Б никого нет и сейчас бомба будет ставиться на А. Ну и придется им выбивать. Так, есть минус от китайцев. Двоем они уходят в Парапет. Идут они на Гитрайтах. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Гитрайт убивает одного. Ну и все. Тут загнали с двух сторон последнего Саважа. Убили и Дефузед Пойнт. Есть первый раунд. Копил ПСК. Так, ну и смотрим, что будут делать китайцы. Да, китайцы тоже решили не затягивать. Сразу скупаются они во втором раунде. Дают два дропа АКМа. Они покупают еще деглы и на оставшиеся какие-то гранаты. Ну и посмотрим направление атаки. Ну вот идут через мидл. Будут сейчас чекать. Так, есть флешка в мидл. Проходят они по Парапету. Смотрите, как играет агрессивно Гитрайт. Он просто бежит в спину нагло. Убивает он НГЗ. Ликон. Вот Ники это просто, конечно, что-то у китайских игроков. Есть. Заметили игрока, который сидел в нычке. Убивают они Робена. Ну и вот не совсем удачно получается стреляться у кого-то с единицы до упала. Но все-таки он уходит. Флэй с Форестом делают по минусу. Отлично играет Гитрайт. Вовремя поджимают он со всех точек. И это второй раунд в копилку СК. Но отметим, что тайву поставили плен. Второй раз подряд. И то есть у них есть реально сейчас деньги для того, чтобы опять сделать такой полуволевой бай. Так, ну и все-таки они решили не рисковать. И вот на этот раз они сливают полностью с игроками. Кстати, вот тут можно отметить дисциплину. Вот на примере тех же Гортос ПРО, которые, ну, с какой-то рандомной периодичностью. Кто-то у них покупал Диггл один или несколько игроков сразу. Так, вот тут был отличный момент от Гитрайта. Убивает он двоих на длине. Ловит еще одного. Очень уверенно стреляет этот парень. Ну, в принципе, китайцам не на что было особо рассчитывать. Так как не покупали они никаких девайсов. И с Глоками очень тяжело играть против кольтов. Ну и остается последний. Бинг Ян ТБ Ли. Против всей команды СК. Ну, вот, нашивают его, попадают и убивают. Так, 3-0 в пользу СК. Особых проблем на ЭКО не было. Ну и полноценный оружейный бай, наконец-то. Сейчас мы с вами увидим в исполнении Тайлу. Так, да, Вилат. Там просто заруба нереальная. Дота 2, как-никак. Чемпионат мира в арене. Поэтому Вилат и кричит громче всех. Так, видим, СК играет в длины. Тут тоже подсадка, которую вчера делал. Показывал, как делать Карн. Вот, с 5-го раза получается сделать это у Фореста. Залазит он на подсадку. Ну и вот, кстати, осмотрите. Сейчас, по идее, под флешку. Вот должны выпускать этого игрочка. Тут вообще тоже интересная засада. Вот так вот сидит Гитрайт. Его так и не прочекали. Сюда ушел игрок. Такая вольная ситуация у нас только что была. Ну и вот, походу, Гитрайт сейчас дождется. И пойдет поджимать. Накидали какие-то флешки дымы в миду. При этом проходит под парапету. Ну и СК готовы принимать. Да, есть первый минус от Делпана. Отфлешивает парапет. Сейчас еще летит флешка. Убивает Гитрайта, который поджимал по ходу длину. Все-таки дождался Ликон. Так, ну и тут убивают Фореста и отходят на деполтные точки. Очень четко играют СК. Очень мало времени остается у Тайуу для того, чтобы пройти нормально по парапету. Они растянуты еще по всей карте. Вот в миду выходит один игрок и двое будут стараться выйти через парапет. Ну и принимать их будут, соответственно, двое игроков. Так, Делпан делает отличный минус. Прошивает он Ликона. Прошивает Респа. Ну и вот в тройке. Здесь слева на Гуся. Рабен никто не ожидал. И это четвертый раунд для СК. И все-таки, наверное, придется ДТСам завтра бороться против СК. Все идет к этому. Так, есть деньги на баи у китайцев. Закупаются они. Видимо, агрессивно играет Делпан на Зиге с АВП. Ловит он Чимо, который выходил из темной. Ну и вот так. Кто у нас на длине? Есть кто-то? Вот есть у нас Делпан, который сместился теперь сюда и будет принимать падающего в яму. Да, вот сейчас к нему будет выходить как раз. Есть, делает он минус. Делает он второй минус. И вот только третий игрок убивает Делпана. Ну, Делпан сделал свою задачу в этом раунде на все 100, а может даже 200%. Но бил троих. Остается один Саваж против... А нет, все-таки не один Саваж. И его красный друг с двумя хитами. Еле живой, хромой. И, наверное, уже... Ну, вот он, шанс, уже должен где-то упасть. Силы здесь должны покинуть его. Так, кто у нас смотрит парапет? Это Робенс и ВП. Но тут должно быть без шансов. Да, есть первый минус. Убивает он Саважа. Остается XF красный с двумя хитами. Ну, Робен его просто не ощущает. Дает ему еще полноценных 115 единиц демеджа и убивает его с ВП. Так, и это 5-0. Пока ни о каких шансах ТУ даже не могут мечтать. Ничего у них не получается. Так, играют они от длины. Взрывают двоих игроков ТУ. Трое тем временем проходят по парапету. Ну и вот не успев. Ну вот, как вам такие халявки? Ну, это просто уровень. Это вот жесточайший момент для мувика. Я словил, конечно, четко. Тоже мне понравилось. Но вот, парни, вот как исправляется за счет стрельбы ошибка вот в тактических действиях? Все только что видели яркий пример. Несвоевременное занятие позицией. При этом в тебя уже стреляют трое. Ты один. Ну, каким-то чудом ты сносишь первого, второго и третьего. Вот так вот СК берут шестой раунд. За счет гитрайта. Так, ну и остается опять Саваж. Он у нас, походу, сегодня последний герой. Явно у него эта миссия. Пытается он всячески разруливать раунды. Вот я даже представляю сейчас его серьезное лицо. Наверное, у него сердце бьется. Адреналин поступает туда в немеренном количестве. Но, к сожалению, это ему никак не поможет. Будет пытаться засейвить девайс. Счет у нас 5-0. Это, скорее всего, шестой раунд. Да, это шестой раунд. И не дают засейвить девайс Саважу. Да, пока надежда ДТС на получение более легкого соперника тает на глазах. ССК очень уверенно выиграли нюк. И, походу, с такой же уверенностью и зарядом сейчас вот разрывают китайцев на ДТС-2. Тем более, сейчас у ТАЛ экономический раунд. Сливают они. Наверное, ничего интересного не придумают. Тут Делпан показывает чудеса фаззума. Убивают двоих игроков. И тоже какие-то невнятные эко-раунды делают китайцы. Разбегаются вообще по разным точкам. Гитрайт убивает Ликона. И остается Бинг Ян, которого убивает Флейс. Так, ну и это 7-0 в пользу СК Дау. Даже меня уже начали потихоньку напрягать эти крики пилатом. Но, к сожалению, с этим мы ничего не можем поделать. Так что придется терпеть. Так. Думал я, это будет фазз-траунд, но нет. Так, агрессивно у нас играет АВП на 6. Вот АВП. Положили дымок. Сейчас будет выпрыгивать где-то здесь чувак. Но что-то затянулось. Так, Делпанчик, пора что-то делать. Вот несвоевременно он все это начал делать. И его законтролил Ликон. Гитрайт подбирает АВП и убегает. Не знаю с какой целью. Может он тоже подзадрачил АВП и готов с него раздать. Так, видим. Китайцы заняли уже Парапет. Убивают они еще одного игрока СК. И остается один Гитрайт, который делает первый минус. Есть игрок уже справа. Не ожидал Гитрайт его увидеть здесь. И это первый раунд для ТЛ за атаку. Так, вот сейчас. Есть два минуса от Фейса. Ай-яй-яй-яй. Если бы убил ХФ и ушел бы в РЕС, то скорее всего бы взял раунд. Фейс очень грамотно сыграл. Но не хватило ему буквально капельки везения для того, чтобы взять и подтащить этот раунд. Так, 7-1. ТЛ показывает нам, что все-таки хотят они побороться еще за выход по 1-4 плей-офф. Так, смотрим. Долпан очень нагло играет с ВП. Вот за что, собственно, и наказан. Также нагло играет Гитрайт. И получает тоже наказание. Пулю в голову. И ситуация 3-5 для СК. Вот добегались парни. Пытались играть индивидуально, но подловили их игроки Тайлу. И теперь, походу, будут угадывать. И идут втроем на А. Вот только Фейс сейчас будет стягиваться постепенно на Б. Но тем временем Тайлу уже выходят на Б. Есть инфа. Фейс говорит, что да, Б заняли. Пытается стреляться. Никого не убивает. Ну, тут тяжело было убить там и ВП, и АКМ его контролили. Так, вот идет выбивание СК. Залетают они на Б. Есть два минуса от Тайлу. Убивают последнего. И это второй раунд в копилку Тайлу. Ну, вот парни, постепенно-постепенно с такими раскладами УСК скоро закончатся деньги. И Тайлу могут набрать необходимое им количество раундов за атаку. И постараться затащить еще за диффенс. Так, смотрим за Саважем. Получают он пуль в голову от Далпана. Вот что значит смотреть мидл вот так вот, как это делал Саваж, да еще и без распауна. Сразу делают выбивание длины СК. Все это делалось под флешечку. Очень четко играют сейчас парни. Ну, а видим, Тайлу смещают на Б. Ну, и давайте смотреть здесь, кто будет их принимать. Форест за Зайчиком и Фейс на единицы. Есть Фейс, прочекал всю движуху на Б. Сейчас будет от флеша. Залетает Форест, его убивают. Очень плохо сыграл Форест. Ну, и вот убивают Фейса. Ну, очень бредово сыграл Форест. Мог просто отфлешивать и хелпать Фейса. Он просто залетел, отдался, тем самым отдал Фейса. Ну, и теперь находятся в более выгодной ситуации игроки Тайлу. Они заняли Б, устанавливают план. И вот сейчас придется СК-шником выбивать. Тем более, есть у них АВП. А с АВП это делать гораздо сложнее. Так, вот есть еще и минус от Ликона. Убивает он уже 2х с АВП. Так, есть инфа, что Доупан последний в очке. Вау! Отличный фастзум. Вот сейчас не попал. Ну, вот так вот все происходит. Просто на личном скеле Доупан вытаскивает раунд для команды СК. Очень уверен на паре. Говорил я, что будет ему тяжело САВП. Оказывается, ему САВП еще и легче. Так, ну, очень неприятный раунд. Только что отдали игроки Тайлу. Видим, с вами очень агрессивно играет Доупан. Должны его сейчас за это наказать. Да, сразу же дают размен. Но успел он забрать одного. И вот фейс еще при этом остается в нижней, про которого еще никто не знает. Верхний контролит Робенс АВП. Очень сейчас хорошие позиции у СК. Гитрайт вообще, уже второй раз мы видим его в этой нычке, но его здесь не чекали. Поэтому у него есть отличный шанс сделать нежданчик сопернику. Так, вот тут беззвучно спускают с подсадки энеми и будет под шифтом. Ну, под шифтом не получилось. Гитрайт сейчас дает инфу, что да, есть у него на длине, причем не один. Так, вот он. Вот он, Гитрайт, прочекали его и получают он пулю в голову. Очень жестоко его вырубили. Робен пытался выйти, получил кучу флешек в лицо. Так, на плейнте, на плейнте был Форест. Вот он. Сейчас их будет тут двое. Форест делает минус. Ну и вот видим, что по хитпоинтам у Форест красненький. Робен половинчатый. Фейс делает отличные два минуса. И остается Ликон один против троих. Бомба стоит на длину. Ну и в принципе раунд-то можно потащить. Тяжело, но можно. Есть минус от Ликона. Убивает он еще одного. Ой, какой провал. Ну, это раунд за раунд, можно так сказать. Так, ну... Так, что Робен раз... Нет, все-таки не раздефузил. Да, вот такой же раунд теперь отдают СК. Это, как можно назвать, это фаерплей. Там Долпан затащил невероятный раунд. Один против двоих. Бомба уже сильно пикала. Ну и теперь красный Ликон, да, по-моему. Да, красный Ликон затащил против троих СК-шников. Так, и видим, что у СК закончились деньги. Вынуждены на них сливать. Побежали в мидл, поджали. Убили двоих игроков ТАУ. Ну, в принципе, Лика неплохо. Так, счет у нас 4-8. Ну, если вот сейчас ТАУ возьмут все остальные раунды, то интрига будет жива. Но это не так просто, как кажется. Так, видим с вами направление атаки. Есть у нас один игрок в мидле, четверо в Тэшке. Походу, будут они ломать Фейса, который один на пленте. Или, наверное, это будет, скорее всего, 3-2-Б. Сейчас вот этот игрочок под флешку выпустит троих в мидл. И АВП будет выходить чеком на Б. Ну, вот уже Саваш прочекал единицу, знает, что АВП там нету. Пошла флеш. Да, выходят в мидл. Тут подсадка. Сразу ее минусуют. Куча дымов, флешек прилетает в Рест. Ну, и теперь заходит на Фейса, который делает минус раз. Сразу же отличный минус от Киму. Убивает он Фейса. Вау. Еще делает два великолепных минуса. И остается один долбан против четверых игроков Тэйву. Очень, очень уверенно сыграли этот раунд игроки Тэйву. Пятерочка им за исполнение. Раунд старый, но проверенный. Ну, исполнили, конечно, четко. Так, ну и опять заставляют СК сливать. Нет у них денег. Есть вот у Фореста Диггл. Есть Диггл у Гетрайта. Ну и попробуют они сейчас на личном скелле потащить. Видим, что вчетвером СК-шники идут на длину. Точнее, не вчетвером, а всего лишь вдвоем. Тем более, там уже остается один Форест. Так, что же нам покажет Форест? Дядя Форест. Вот слева у него стоит игрок. И контролит он Форест. Убивает без шансов гол. Так, ну и все игроки Тайлу потихоньку собираются в коробке на длине и будут, наверное, слоу проходить. Робан на пробежке дает хатшот через текстуру Саважу. Саваж при этом убивает... А, нет, не Саваж, а Ликон убивает его с АВП. Какой герой Ликон? Побежал он первый еще, вышел неудачно. Получил дабл от Гетрайта. Так, и остался вот как раз Гетрайт, который сделал до этого дабл. И убивает его. 6-8. Ну, в принципе, вот самый лучший результат. Вот так, чтобы поболеть еще за КТ, когда ничего не понятно. Так, ну и вот, походу, решили китайцы сыграть фаст раунд. Да, видимо, сейчас фастуют китайцы 3-2. Идет фаст раунд, выход длина. При этом сейчас параллельно будет выходить парапет. Ну, это, скорее всего, раунд за Тайлу. Да, очень четкая аркада. Словили СК, вообще застали их врасплох. Два игрока сейчас в распе. Закидывают им туда кучу гранат. Сейчас будет установлена бомба. Ну, и в очень неудобном положении находятся игроки СК. Им надо выбивать. Времени все меньше и меньше. Хитпоинтов тоже уменьшается, потому что их активно закидывают. Убивают еще и фейса. Убивают робана. Остается один делпан против четверых. О, отличная вторая половина игры за атаку от Тайлу. И они сравнивают счет практически. Он становится 8-7. Так, ну и ждем начала второй стороны. Ну, в принципе, парни, смотрите. Есть у нас все шансы завтра получить в сопернике для ДТС Тайлу. Ну, я думаю, этот соперник будет гораздо попроще, чем СК. Против азиатов всегда проще играть. Таким командам, как наша. Знаю по своему опыту. Поэтому я, наверное, буду болеть за Тайлу. Так, ну и все. Тут у нас начинается пистолетный раунд. Видимо, с вами СК делают дропы. Дают они USP. Дают USP Гетрайту. И направление атаки, мы с вами видим, идут они на Б. Так, вот. Хемоу Лью занимает у нас Б. Не успевает он его как следует занять. Ну и вот есть уже два минуса от СК. Третий минус. Всего лишь один сделали Тайлу. Ну и тут уже очень тяжело взять пистолетный раунд. Ой-ой-ой, как будто знали, что там есть Робан. Надавали ему по голове. Так, ну... В принципе, шансы еще остаются. Но вот если бы не Форест сыграл вот так, шансов было больше. Так, Форест убивает Саважа. И Фейс убивает Ликона. И это первый раунд для СК. И общий счет становится 9-7. Ну, очередной раунд проигрывает Тайлу. Так, а кстати, а кто... Напомните, пожалуйста, кто взял пистолетку? На первой стороне. СК больше, чувак, вот ты пишешь, что они играют на стрельбе. Но это не стрельба, это скилл. Они больше разыграют скилловых моментов, чем каких-то раундов. То есть они... У них нереально крутое микро. То есть если китайцы делают какие-то макро раунды, то есть задумка 3-2 А, сделать Б, 3-2 Аркада А, развод какой-то, то СК просто четко делают, разруливают микроситуации. Это вообще другой стиль игры. Но при этом у них иногда и простреливают очень крутые раунды. Так, тем временем мы видим, что загоняют Робана, выбивают второй девайс, и если засейвят, будет очень круто. Но будет сделать им это очень тяжело. Да, так как Форест пришел уже по ихней душе, и вот эта Грена, я думаю, решит все вопросы. Да, вот, нарешала гранатка. Так, так, так. Ну, да, и тут опять экономический раунд в исполнении АЛУ. Вот видим мы с вами, очень дисциплинированная команда. Не покупают они дегуы, не тратят эти вот лишние... Ну, точнее, это не лишние, а эти деньги потом выливаются в какие-то бонусы. То есть потом у тебя хватает купить лишнюю гранату, дать кому-то дроп, дать дроп АВП. Так, окей, буду включать Галпана в начале каждого раунда. Ну, тут все равно отдача, поэтому тут ничего интересного, можно немножко проанализировать. Так, Галпан убивает последнего, и общий счет у нас 11-4. Напомню, что пистолетку за атаку взяли СК, и в первую сторону они выиграли со счетом 8-7. Так, как я обещал, мы смотрим за Галпаном. Так, там идет выпад с парапета. Так, что же там на парапете происходит у нас? Кто-то быстро занимал, но вот на этом все и закончилось. Давайте посмотрим на общую карту. Так, видим расстановку игроков. Двое игроков в ТЛУ заняли длину. Один находится на чек парапета. Бомба лежит на А. Трое игроков СК находятся в нижней Т-шке. Сейчас они будут выходить. Ну, и это, скорее всего, будет раунд по парапету. Ну, вот хотя Форест бросает бомбу куда-то в мидл. Ну да, Робан тоже идет с бомбой за ним. Да, сейчас вот будет чекаться парапет. Форест, кстати, прополз игрока. И сейчас будет нежданчик для игрока защиты, если Форест резко выбежит сейчас. Угу, вот как играет Бинг-Ям. Есть инфа. Прошивает он. Ну, вот. Очень уверенно сыграли. Сейчас СК просто вышли. Гитрайт тем временем наказывает двоих. Выбивают его. Ну, и остается один. Вот не хочу считать этот ник, потому что еще как-то он не так прозвучит из моих уст. Форест лучше не надо рисковать. Остается он против двоих. И попытается он сейчас тащить раунд. Но Форест, к сожалению, не дает ему ни шанса. Форест в этом раунде убил, по-моему, троих. Раз, два, три. Да, еще двоих убил Гитрайт. Вот, отличная игра от СК. Да, XF, наверное, это будет лучший вариант интерпретации его ника. Так его и запомним. Так, фастует СК, быстро занимает длину. Знает, что, скорее всего, соперник сейчас сливает. Дальше никуда не спешат. Гитрайт убивает поджимающего на Б. Так, что-то перепуталось. Что-то перепуталось. Почему-то у меня взяли ТУ раунд. Тут надо минус. Так, парни, по-моему, счет. Да, 13-7 на счет. Опять куда, 13-7. Все четко. Да, все-таки СК уверенно играют за атаку. Тайлу пока никак не могут найти или нащупать свою игру за диффенс. Ничего у них не получается. Так, так, так. Отогнали Саважа с мидла. Ну и вот попробуют начать где-то здесь повыцеливать игроков в мидле. Но я думаю, ему так просто это сделать не дадут. Ей сделали только что выпад с парапета игроки ТУ. Никого, к сожалению, они не подловили. Просто непонятно, куда выкинул этот игрок только что две флешки. С какой целью, тоже непонятно. Вот, XF делает четких два минуса. Но и остается два игрока СК. Это фейс и это, 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 это дулпан. Есть минусы дулпана. Дулпана слеп. Не попадает. И это первый раунд для ТУ за диффенс. Так, ну что, это может надежда. Кстати, по статам, смотрите. Парень с очень крутым ником XF настрелял уже 9 фрагов. И пока два тиммейта, Ликон и КЕМО, никак не могут собраться. И вот, хоть убить кого-то, для того, чтобы попасть в следующий тур игр плей-офф. Так, видим XF делает очередной минус. А вот и китайцы парни. Да, два ВБ. Сразу три минуса. И опять пять в два остаются СК. Но при этом все игроки ТУ имеют по 100 хитов. И, ну, очень тяжело. Сейчас будет что-то сделать Робину и Форесту. Ну, разве что, если Таилуни захотят просто взять и подарить им этот раунд. Так, ну, видим, куда смещаются игроки СК. Будет попытка выйти на Б. На Б у нас Хуйфенг. Назовем его, наконец-то, по имени. Он достоин этого. Он убивает лучше всех. Так, ну и вот, наконец-то, дает он инфу, что сюда к нему сейчас уже направляются двое игроков СК. Ну и вообще, раунд без потерь. Я доволен. Парни, это не цензура, это китайский ник, сори. Ничего не знаю. Реально. Хуйфенг, XF. Все четко. Так, Гробик, ты же транскрипцию не знаешь. На самом деле, это же китайский язык, поэтому я думаю, что правда все-таки на моей стороне. И это фен. Парни, ну я прекрасно знаю, как можно прочитать этот ник. Все, забейте, не надо рассказывать. Это просто небольшая шуточка, можно сказать. Изюмингу в эфир добавили. Парень с ником XF нам помог в этом. Так, давайте смотреть, что у нас происходит. СК закупились. Ну и попытаются они все-таки вскрыть дефенс ТЛ, так как те в последние два раунда очень плотно собрались и тащат. Тащат, причем очень уверенно. Вот есть первый минус от Фейса, убивает он Ликона. Так, ну тут еще сразу Хуйфенг, герой предыдущих раундов. Делает он минус два. Форест тем временем убивает двоих на парапете. Бездарная игра от ТЛ. Ну я не знаю, как так можно было стать и пропустить Фореста. Беда. Произошла только что. И это 14-й раунд для СК. И очень все напряженно для них становится. Для них, в смысле для ТЛ. Вот находят последнего, взрывают его. Да, беда. Да, все-таки вот интересные у нас получились первые игры фейлов. Не считая, конечно, игры DTS и Fertus Pro. Которые просто растращили ВП на двух картах. Не оставив ни малейшего шанса. Так, видимо с вами прострелили уже Далпана где-то. Кстати, обещал я выбирать ВП, но что-то я подзачехлил. Ну вот, Кемо. Вот он видел, как Гетрайт идет к нему спиной. Решил чуть подождать. Может выйдет еще один. Но Гетрайт развернулся и просто дал с одной. Ну вот, сделайте выводы. Лучше убить в спину, чем увидеть глаза Гетрайта. Так, ну если Куй Фенг жив, то жива надежда. И будем надеяться, что он возвращает надежду и интригу в этот раунд. И постарается он... Ну, что может сделать Фенг, когда Далпан стоит на гуся и просто без шанса минусует. Так, ну остается Бинг Юнг против двоих, против Фореста и Робана. Робан в яме на длине, Форест ушел в респаун. Ну, тут без шансов. Вообще без шансов для игрока ТЛУ. И это ничья для СК. Так, ну и видим у игроков ТЛУ очень тяжелая экономическая ситуация. Сейчас Диглы и Фамасы. Ну, скорее всего, это ГГшечка. Все-таки СК проходят дальше. И завтра в 1-4 плей-офф мы увидим с вами игру СК против ДТС. Так, ну вот Пауа Надежда, ТЛУ, Хуй Фен помер. Ну и за ним помирает вся команда. Ну все, парни, это ГГ. Остается один Бинг Янг, которого находят и убивают. Это победа СК. 16-9. И они проходят следующий раунд плей-офф. И завтра встретятся с нашими парнями ДТС, которые сегодня прошли Virtus.pro. Все, на сегодня стрим наш окончен.